Бастрыкин Ну а так, это уже, Ольга, все, теперь никаких не будет поджогов в Дагестане, никаких провокаций, антисемельских движений, террористических актов, инспирированных, наверное, мной и киевским террористическим режимом. Все, проблема решена. Нет ни КАБов, нет терроризма, нет поджога Кавказа, нет развала РФ. Вы знаете, говорят, что Бастрыкин исполняет последнюю гастроль. Последнюю гастролю артисты. Талантливо, талантливо. Может, это он пишет эти рассказы? Господи, прости. Очень похоже. Потому что он ровесник Путина, и ему будет 72 года, собственно, в этом году. А это пока предельный возраст для занятия его должности. Именно то, что касается силовых структур. Конечно, в любую секунду Путин может сказать, что 72 года это мальчик совсем, и может еще потрудиться и прочее, но пока нет. Пока нет. Пока закон предусматривает, что Бастрыкин в стуке сунется 72, и его торжественно проводит на пенсию. И он про это знает. И уж, по крайней мере, я думаю, что так. Либо это так, чтобы запомниться последняя гастроль, либо, ну, товарищ Путин, ну, вы как-то обратите на меня внимание. Пора переназначать. Нам что-то такое сделать, да, чтобы я, если вам понравилось, я могу продолжить. Это, конечно, там извращенцы один на одном. Но, на самом деле, а на кого же менять будет? Это же такой исполнительный был, помимо вот последних каких-то реляций. Ну, я думаю, что надо посмотреть среди сыновей, что-нибудь среди сыновей. Преемственность власти. Можно поковыряться, да? А сколько у него? Слушайте, ну, не обязательно это дети Бастрыкина. В конце концов, может быть какой-то размен. В конце концов, у Патрушева два сына, а пристроен хорошо только один. Да, согласна. Да, все-таки второго надо подтягивать. Потом, смотрите, сколько Ротенбергов на белом свете. А сколько Квольчуков на белом свете. А счет оплаты только Кирилл возглавляет. А их же там много. Очень много еще не пристроено. Сколько... Слушайте, вот я полагаю, что созрел уже Зеленский. Зеленский, который муж младшей дочери Путина, которая Катя, в 15-м году, кажется, она разрушила семью солиста какого-то театра. Он в Мюнхене танцевал в балете. Кто же знал, что Зеленский будет президентом Украины, конечно. Теперь взять у Путина Зеленский. Мне кажется, красиво. Зеленский возглавил Следственный комитет. Во-первых, взять. То есть человек надежный. Во-вторых, знаете, заголовки. Путин же любит такой извращенный юмор, да, для тупых. И он будет так, что радует заголовку, что Зеленский заочно арестовал, ну, я не знаю, залуженного. И будет хохотать, да? Ну да, там уровень, конечно, интеллекта, которого нет, пробивает дно глубже Марианской впадины. Надо просто новые рекорды в книгу Гиннеса вписывать. Ну, там, по-другому, там, в книгу антирекордов это все записывать. Ну, действительно, если на такой шаг пойдут, я, конечно же, не удивлюсь. А так, а терроризм преодолели уже в Дагестане? Бастрыкин и компания, и его потенциальные приемники? Ну, не до этого. Ну, слушайте, не до этого. Во-первых, все-таки надо немножко навести порядок в моде, да? В моде исламской, мусульманской. Вот это вот мини-бикини 69. Надо разобраться, когда можно чадру, когда можно хиджаб, когда можно пранжу, когда можно что. И в конце концов, да, что-то... Видите, пранжу не запретили, хиджаб не запретили, чадру не запретили. Нет, здесь все-таки, знаете, мне кажется, все очень либерально. Очень либерально. Ну и потом, конечно, это регулирование моды, конечно, очень нужно. Вот теперь, значит, никак нельзя. То, что террористы бегали по улицам Дербент и Дагестана без всяких никабов, равно как и в Крокус-Сити, равно как и в тюрьме в Ростове, это ничего страшного. Это зато... Зато никаб... Может быть, у них были подруги или жены, или сестры, которые носили никаб. Есть же какая-то наверняка связь. Они когда-нибудь, наверное, видели никаб на картинке, или они знают, что такое никаб. Если запретить никаб, то, может быть, и ничего. Еще можно запретить, употреблять в пищу, я не знаю, там, сырую морковку. Это тоже, в общем, может помочь от терроризма, но точно так же совершенно. Ну и как-то, наверное, я не знаю, запрещать слова типа конгруентный. Вот запретить слово конгруентный, сырую морковку и никаб точно поможет. Слушайте, точно. Комбо, бинго и ура. Гойда, так сказать теперь, по-новому. Гойду запретить не надо, иначе мы лишимся большого артиста. Да, такая потеря-потерь, конечно, я тоже не знаю, о чем в эфире говорить. Ну, а может, мы его так лишимся? Он даже в санкционный список наконец-то попал, 14-й пакет АЕС. Но, как говорит там еще один фигурант, шаман, это потому, что я русский. И это, видимо, звучит гордо. Но вот касательно того, что мы обсудили выше, кажется, гордиться уже не о чем давно. Ну, знаете, поскольку дагестанцам, татарам, башкирам, евреям, всем проживающим секретарствам сказали, что они все русские, ну, это чтобы не обижать людей, да. А то кто-то русский, кто-то нерусский, вот пусть все будут русскими. Поэтому, ну что, надо как-то привыкать к этому. Никаб нельзя, и все русские. Ну, оно нормально.